Также Акимобластина Риман Турегалиев с рабочей поездкой посетил Акжаикский район. Он проинспектировал строящиеся объекты, дично осмотрел учреждения, в которых на сегодняшний день идет капитальный ремонт и встретился с жителями сел. Более подробно об этом в нашем следующем сюжете. Первый объект, который посетил Акимобласти, расположен в селе Тайпак. Здесь ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, рассчитанного на 160 мест. Это будет двухэтажное здание, совсем необходимым для занятия спортом. Физкультурно-оздоровительный комплекс завершен на 75%. Осталось установить окна, закончить крышу, провести отопление, благоустройство во дворе сделать. У нас есть еще два с половиной месяца. Будем стараться, чтобы уложиться в сроки. Также в поселке Тайпак имеется цех по производству изделий из войлок. Он открылся в прошлом году и за это время здесь успели заготовить 600 тонн шерсти и изготовить 300 пар обуви. Такая продукция востребована не только в регионе, но и в странах дальнего зарубежья. Рабочими местами на постоянной основе здесь обеспечены 7 человек. Как отметила руководитель предприятия Жанна Бакаева, в будущем она намерена расширить производство. Только для этого необходимо новое оборудование. Глава региона подчеркнул, что государство оказывает поддержку начинающим предпринимателям. Нужно отметить, что цех расположен в бывшем здании колледжа, часть которого пустует. После капитального ремонта комнаты будут предоставлять под жилье молодым специалистам. В ходе своей рабочей поездки на ремонт Уригалиев также навестил жительницу села Тайпак, ветерана тыла Салему Абуову, который уже за 90 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, она до сих пор заботится о своих внуках и правнуках. В трудные годы вы внесли большой вклад в становление экономики. Сейчас плоды вашего труда, ваши дети и все мы видим. Самое главное – благополучие народа. Желаю, чтобы в будущем тоже все было хорошо. Все, что мы могли, мы сделали. Трудились во благо страны. Аким области также встретился с местными жителями и рассказал о начатых в регионе проектах. Сельчане, в свою очередь, попросили оказать поддержку в решении некоторых проблемных вопросов. Районный суд номер два продолжит свою работу. Это очень хорошо. В больнице будет сделан капитальный ремонт, и мы слышали, что вы работаете над тем, чтобы придать ей статус второй районной больницы. Еще центр обслуживания населения начнет работать с 1 июля. Все жители очень рады этому, передают вам слова благодарности. В областном масштабе мы работаем над тем, чтобы повысить благосостояние населения. Для этого предусмотрена господдержка на открытие своего бизнеса. К тому же, через привлечение государственных средств решаем одну из основных проблем региона – это дороги, в том числе и ремонт внутрипоселковых дорог. Далее на ремонтуре Галиев посетил отделение больницы, в котором проводится капитальный ремонт. В настоящее время уже завершены демонтажные работы. Аким области также осмотрел помещение, в котором сейчас получают лечение пациенты, а после поручил подрядчику основной упор делать на качество ремонта. Компания «Градстройсервис» выиграла тендер по строительству нескольких объектов в регионе, при этом не уложилась в сроке, поэтому нужно быть на чеку. «Градстройсервис» мы знаем, как вы работаете, поэтому за вами будет жесткий контроль. Вот Аким района, руководитель районной больницы. Здесь всем нужно пристально следить за ходом работы. После чего рабочая поездка продолжилась. На ремонтуре Галиев отправился в поселок Атамикен, где строится малокомплектная школа на 108 мест. Реализация этого проекта положительно скажется на социально-экономическом развитии села. По области сократится количество ветхих и аварийных школ. Также будут созданы новые рабочие места. По области в этом году 14 новых школ строятся, и плюс начатые в прошлом году. Всего 17 школ должны завершить. Это учебное заведение на 108 мест в селе Атамикен. Вы должны к 1 сентября сдать, во что бы то ни стало. Мы начали строительство в январе. Сейчас заканчиваем кладку. Надеемся, что в конце мая завершим. Летом останутся внутренние отделочные работы и постараемся 1 сентября сдать. Строительство таких школ будет продолжено, сообщил Аким области. В этом году ведется строительство 26 очагов знаний. 19 из них переходящие. На сегодняшний день в области насчитывается 12 аварийных школ. 9 трехсменных и 48 саманных. По словам Акима, их необходимо ликвидировать и построить новые типовые школы. В завершении Нариман Турегалиев ознакомился со строительством подъездной дороги к поселку Аксуата и поручил завершить объект в установленные сроки, при этом чтобы качество не пострадало.